Сегодня простились еще с несколькими погибшими в здании Дома профсоюза. Всего их по официальным данным 46. Опознанные 37 человек. Суд медэксперты пришли к выводу, что пятерых человек застрелили. Восемь погибли при падении с высоты, спасаясь от огня. Остальные от ожогов и отравлений угарным газом. В больницах Одессы остается около 80 пострадавших. Треть из них в тяжелом состоянии. 2 мая в городе официально объявили ежегодным Днем памяти жертв массовых беспорядков на площади Куликово поле. А еще около полусотни человек после кровавых столкновений пропали без вести. Депутат Верховной Рады Олег Царев считает, что жертв трагедии гораздо больше. И власти специально занизили цифры. По нашим данным количество трухов, количество погибших более 100. По нашим данным власть намеренно снижает количество погибших. Мы составляем списки тех людей, которые вышли из дома, отправились на Куликово поле и не вернулись. И их нет среди больных, среди списка погибших, задержанных. И этих людей под 200 человек. Мы ищем этих людей, мы надеемся, что они живы. Но сложившиеся обстоятельства позволяют делать выводы о том, что их нет живых. Кстати, появляются все новые кадры захвата Дома профсоюзов. Очевидцы сняли на телефон, как молодые люди в масках с палками и цепями в руках вырываются в здание. Кто-то направляется на второй этаж, другие выламывают двери, за которыми пытались укрыться активисты антимайдана. Женщина, случайно попавшая в кадр, умоляет радикалов остановиться. Также по видео можно понять, что у некоторых участников штурма были противогазы. Что косвенно говорит о том, что атакующие готовились защитить себя от отравляющих веществ. Гибель людей в Доме профсоюзов никого не оставила равнодушными. Почетный гражданин Одессы, режиссер и продюсер Марк Руденштейн с трудом сдерживает эмоции. Не то, что переживаю. Просто плачу, когда смотрю кадры из Одессы. Просто ужас какой-то. Во-первых, уже появились люди близкие, знакомые, которые погибли. Ну, через там кого-то, через чего-то уже, так сказать, это не пустой звук. Поэтому чем помочь? Чем помочь, не знаю. Раньше как-то это было проще. Организовать фестиваль, сделать праздник в Одессе. А сегодня какой праздник? Я даже не знаю, как отмечать День Победы. Потому что Одесса все-таки тоже герой войны. Великая Отечественная. И сегодня отмечать День Победы, не учитывая, что произошло в этом городе, в этом городе, в моем городе, невозможно. А вот Запад пытается закрыть глаза на истинные причины трагедии в Одессе, как в свое время замалчивал линию еще президента Ющенко на легализацию наследия Бандеры и Шухевича под соусом некого нового украинского патриотизма. Об этом заявил Сергей Лавров на заседании комитета министров Совета Европы в Вене. Лавров отметил, что Женевские соглашения по Украине не провалилось. Шансы выполнить задачи, которые изложены в документе от 17 апреля, есть. Но налицо попытки лишить договоренности смысла, а заодно построить однополярный мир, в котором все государства Европы действовали бы по единому приказу. По словам Лаврова, независимо ни от чего для тех, кто потакает идеологией и практике фашизма, не может быть оправдания. Он призвал всех членов Совета Европы решительно пресечь деятельность ультранационалистов.